В свои 11 он уже успел узнать все о больницах, лекарствах и сложных процедурах. У юного Коли Байбородина злокачественная опухоль в верхней челюсти, эмбриональная рапдомия саркома. После четырех курсов химиотерапии мальчик потерял почти 20 килограмм. Но лечение не помогло, констатировали медики. Опухоль увеличилась в размере. Спасти ребенка может дорогостоящая биопсия и операция, которую в Украине не делают. Собрать средства нужно до 15 сентября. Мама Коли просит о помощи всех неравнодушных. Сейчас Коле Байбородину 11. Мальчик очень веселый и жизнерадостный, рассказывает его мама Антонина. Однако еще несколько месяцев назад он выглядел совсем по-другому. После тяжелой химии он весил всего 22 килограмма. Антонина вспоминает о заболевании ребенка узнала прошлой осенью. Тогда для нее это стало настоящим потрясением. Ребенка заболел зуб. Мы обратились в Ореховскую районную больницу, нам вырвали зубик. Так как десна не затягивалась, мы обратились туда повторно. Он говорит, давайте вас посмотрит онколог. Посмотрел онколог, говорит, нет, здесь узи нам не надо, здесь надо только КТ. Диагноз оказался очень страшным. Эмбриональная родная миосаркома, верхние челюсти, также соленальными отростками, аймаровой пазухи. Назначили нам химию, очень сильная химия. После длительной и дорогостоящей химиотерапии легче Коле не стало, говорит его мама. Врачи, в свою очередь, отмечают все дело в неточном диагнозе. Говорят, в Украине специального оборудования для биопсии нет. Медики предложили провести радикальную операцию по удалению части лица, либо искать помощи за рубежом. Я отказалась от радикальной операции, так как я связывалась уже с клиниками, много чего я уже узнавала. Мне предложили лечение Лондон, где входит хорошая биопсия, не трогая кости, лучевая химиотерапия, все обследование, полностью все. Но это очень дорого. Жизнь его и здоровье сейчас зависят от денег, на самом деле. Как это не трудно сейчас, в данный момент. Так как все, что было сделано в Украине, оно все перепутано, напутано, и вся надежда остается на заграницу. Коля очень добрый, отзывчивый мальчик. Таких просто, ну, я таких в своей жизни не видела детей. Просто хочется, чтобы этот ребенок жил. Сам Коля пока в школу не ходит, занимается на дому. Признается, сейчас мечтает поскорее вернуться к своим друзьям. Мы с мамой вместе в больницах были. Времени почти не было заниматься. А теперь, когда я была летом дома, мы с бабушкой занимались дома. Потом ходили в школу, сдавали. Ты не расстраиваешься, что ты в школу не ходишь, или расстраиваешься? Ну, вообще хочется поиграть с друзьями. Лечение в частной лондонской клинике стоит 72 тысячи фунтов стерлингов, говорит Антонина. Добавляет эта сумма, для нее неподъемная. Женщина просит о помощи всех неравнодушных. Перечислить средства можно на номер счета, указанный на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!